x5 диалог 2023 продолжает свою работу и сейчас поговорим о том как x5 развивается на дальнем востоке он добрый день здравствуйте у компании были задачи до конца года открыть 150 магазинов пятерочка на дальнем востоке а также в течение шести лет занять 25 процентов рынка изменились ли планы выполняется или поставлены нет планы не извинили не изменились безусловно они остались такими же мы намерены занять 25 процентов заявленные сроки начали мы с 23 марта в марте был открыт первый магазин в городе владивостоке за ним сразу пошли в городе хабаровске на сегодняшний день уже мы сегодняшними открытиями имеем 58 магазинов в своем составе до конца года будет открыто 100 это не заявленные 150 но потому что это была такая амбициозная цель может быть даже чуть больше получится но есть определенные трудности логистические трудности с подрядчиками трудности с материалами это все накладывается на тот момент что мы не можем выполнять заявленной цели но я считаю что даже тот прорыв который мы сделаем из-за шесть месяцев практически полгода открыть 60 практически магазинов это очень большая работа потому что магазин откроется полноценные с полным ассортиментом товара с полной нашей услугой с выпечкой с кофе причем в каждом городе неважно находится он самом городе владивостоке или в городе хабаровске это и региональные города такие маленькие как хор там находка или там переясловка какая-нибудь везде одинаковая услуга у нас вот и обеспечить доступность и наличие товаров в полном объеме но это непросто задача прошлом году в рамках экспедиции когда я была там и основной как раз разговор с коллегами там на регионах обсуждали именно логистические сложности давайте вот как раз еще и про конкуренцию поговорим на дальнем востоке все-таки там достаточно сильно коллеги работает региональных компаний насколько сейчас сложно работает в рамках конкурентной среды на дальнем востоке но у нас компания большая она поэтому нам несложно работать неважно где это будет москва или дальний восток существует два основных игрока рынка именно похожего на наш формат это самбери компании рэми ну и множество специалитетов основном алкогольные они очень хорошо развиты но ключевые игроки рынка это вот самбери и рэми но на сегодняшний день услуга и одного и второго игрока больше склоняется формату супермаркетов и гипермаркетов магазинов у дома в классическом их виде таких магазинов практически нет их очень малое количество вот и здесь конечно но можно сказать что это конкурентная борьба да но они были первыми да но мы потихонечку догоняем их уже если 54 объекта до конца года мы сравняемся с одной из сетью по количеству магазин то есть за 9 месяцев можем сравняться количество магазинов с ключевой сеткой дальнего востока какие дальневосточные территории на текущий момент имеют наибольший потенциал для развития все-таки куда в первую очередь потенциал но панк зал это люди покупатели на это хабаровский край и приморский край там проживает более трех миллионов человек это 51 процентов всего населения дальнего востока поэтому основной упор это конечно вот эти два региона но это не значит что мы в другие не пойдем то есть мы рассматриваем уже точно в следующем году пойдем еврейскую автономную область и амурскую область где-то во втором полугодии мы начнем открывать магазин плана где-то 30 магазинов еврейской автономной области и 50 магазинов в амурской возможно в дальней перспективе еще сахалин с области на дальнем востоке очень серьезно отличается покупатель с точки зрения того ассортимента который он покупает понятно что есть база которая вроде для всех все-таки какие особые если какие-то особенности ассортиментной политики обусловлены спецификой регионов и насколько вы замечаете что поведение приморсов отличая отличается от центральных регионов но как это в итоге является пятерочка удаленность конечно накладывает свой отпечаток удаленность от центральных регионов даже от сибири это 5000 километров от центральных до 9000 километров и безусловно отпечаток есть считается все никого не для кого не секрет что дальний восток это зона рискованного земледелия это не значит там что ничего нет там есть и свои там огурцы помидоры тепличное хозяйство из картофель капуста то есть овощи есть но не в том объеме которую даже сейчас есть потребность у пятерочки вот проблема с остальной с остальными фруктами но она является проблемой это либо китай либо завод там то что подольше хранится яблоки там груши уже с центральной россии но это очень далеко и трудозатрат вот поэтому как таковое вот самая большая проблема с фруктами и овощами есть проблема еще и с мясом потому что охлажденного мяса как такового нет есть всего две птицы фабрики на весь дальний восточный на весь дальний восток и есть два производителя охлажденного мяса здесь конечно потребность огромная пока прям окончательного решения нет как мы будем обеспечивать всю потребность охлажденного мяса и птицы потому что фактически с обоими посвящками мы работаем уже какой-то мере предопределили его это вопрос с местными посвящками между тем надо очень серьезно развивать отношения какова их доля на текущий момент на полках пятерочки и насколько вы еще можете взять на сегодняшний день доля составляет 15 процентов около 15 процентов есть сложности работы с местными производителями по числу кальными почему потому что по технологиям которые сейчас существуют в современном ритейле многие производители не работали то есть нет электронного документа ворота не то штрих кодирования и это накладывает определенные сложности да они перестраиваются потихонечку все но для этого нужно время но вот за полгода мы порядка 100 производителей уже привлекли к себе в сеть и еще хотим примерно столько же привлечь то есть наша доля должна составлять около 30 процентов локальных производителей да им придется наращивать объемы да действительно им нужно будет работать в новых условиях но кто желает тот прям активно развивается вместе с нами охватитель покупателей для того чтобы для покупателя в первую очередь это конечно покупатель выигрывает потому что для него это качество мышь наши требования все соответствуют законам тем процессом которые существуют вообще в сегодняшней торговле и поэтому здесь наверное мы очень сильно смотрим на качество обращаем внимание на это покупатель получит более качественный товар даже от местных производителей не значит что они сейчас некачественно производят но все вот эти системы контроля которые предусмотрены в нашей сети но точно поднимут качество и уровень даже производителей ключевой момент что покупателей но считается что регион хабаровский тайну на край там дальний восток в целом все-таки там снижается количество населения вот вы говорите что надо увеличить количество производимой продукции вы сейчас привели привезете там сначала 150 магазинов потом еще откроете хватит ли для всех вас для всех вот кто создает магазины население вот именно может сейчас только что проговорили что основная наш упор это приморский край и хабаровский край статистика говорит что с дальнего востока есть отток населения основной отток населения идет с районов крайнего севера якутия чукотка ну и так далее тому подобное с вот этих регионов которых мы говорим оттоком практически нет либо он нулевой либо он минимальный но с тем привлечением сейчас инвестиций которые вкладывает правительство и фокус тот который есть я считаю что наоборот люди приезжают потому что появляются рабочие места территория создаются торы и очень много предпринимателей начинают заниматься там неважно рыбной ловли производством там каких-то материалов строительных логистические парки строятся ну то есть множество разной деятельности да и соответственно инвестиции которые сейчас том числе x5 вкладывает в этот регион позволит том числе чуть-чуть в том числе да ну вот мы заложили логистически ну свой рц и буквально вот начало строительства начнется даже наверно в этом году 26 мы уже откроем на 50 тысяч квадратных метров новый рц наш который будет обеспечивать полностью строится сейчас где хабаровске хабаровске то есть я сейчас повторюсь что портовый город на пересечении там многих путей торговых не может не развиваться ну так вот да но априори да еще немножко про довоз товаров из центрального региона все-таки действительно 9000 плечо от москвы как решаются задачи логистики товар центральных регионов на дальний восток у нас сейчас основной донор это распределенный центр красноярске нашей компании то есть это было наверно фундамент с которого мы начинали все отстроенные логистические цепочки которые существуют сейчас компании они работают как часы у нас поэтому есть сложности но проблем с товаром нет да есть сложности но проблем нет мы поставили сразу изначально при открытии новых магазинов два пили площадку мини склад такой который находится в хабаровске мы сделали к дк площадку во владивостоке кроссдокинговое и буквально в середине ноября будем открывать консомольский на амуре кроссдокинговую площадку и впоследствии в последствии еще и благовещенске то есть еще будут курсов площадки в двадцать шестом году в осенью где-то в октябре месяце мы планируем запустить полноценный рц для дальнего востока за два года практически развернуться инфраструктура до полностью за два года это уже будет закончена инфраструктура по логистике хорошо давайте еще подытожим все-таки какие планы развития территории дальний восток на ближайший год и на что нужно в первую очередь ориентироваться поставщикам партнером именно в дальнем регионе но ближайшие на ближайший год это план открытия 150 магазинов плюс 50 которым переносим с этого года то есть магазины есть они будут открыты просто физически нужно некоторые процессы подровнять чтобы быстрее побежать то есть порядка двухсот магазинов на следующий год они будут открыты что нужно для поставщиков но это для местных как я уже говорил в первую очередь это отладка и работа в системе в которой работает час x5 ну то есть это в первую очередь электронный документооборот оборот с которым все сталкиваются и это является проблемой и штрих кодирования вот две основные вещи которым нужно производителю победить и в завершении я предлагаю там пожелания там себе команде партнером на ближайшем пожелания но пожелания только процветания развития бизнеса улучшения там и увеличение товарооборота но это наверно самое главное ну чтож x5 диалог продолжает свою работу и далее смотрим следующих спикеров